Девчулечки, красотулечки, всем привет, доброе, уже день, добрый день, я только приехала с работы, поработала до обеда, и что я хочу сделать, у меня в общем есть такой бомбический салат, завалялось у меня кое-что в холодильнике, и я хочу приготовить вкуснятину, в общем салат просто бомба, можно хоть на праздник, хоть каждый день есть его, у нас всегда ингредиенты для салата, я всегда стараюсь хранить в холодильнике, в общем сейчас я переоденусь, одену халатик, одену фарточек, и мы с вами сделаем объедение, приготовим обалденный салат, оставайтесь со мной, так девочки, ну все, я готова, в общем что мне понадобится, в первую очередь это будут мидии, они у меня уже в холодильнике, наверное, недели две лежат, сейчас посмотрим, так, вот такие мидии беру в магните по акции, то есть специально не наберу, как говорится, не беру, когда это просто без акции, а по акции беру где-то 170 рублей, раньше они вообще были по 100 рублей, то есть мы их вообще прям пачками набирали, так, что у меня сейчас, хочу посмотреть срок годности, так, срок годности получается до 14 ноября, но в принципе еще терпит, но я ждать не буду, уже все, хочется, салатик уже давно не делали, так, смотрите, если вот допустим берете много мидии, то я обычно допустим оставляю одну, две пачки там, да, если мы это, а остальные я все убираю в морозилку, и после морозилки они абсолютно, как говорится, ну, ничем не уступают, вот, которые лежат без, то есть просто в холодильнике, то есть можно смело хранить в морозильной камере, так, я эти мидии сейчас открою, смотрите, что я хочу сразу сделать, я хочу вот это вот все маслице, которое есть здесь в мидиях, я его солью в сковородку, ну, что ты моя лапочка, моя кисунья тут лапочки тянет к этому столу, так, немножко вот надрываю, чтобы не сильно, чтобы мидии не высыпались, и вот, смотрите, у меня вот сковородка есть, я сейчас буду сливать все масло это, смотрите, и потихонечку все масло сливаю в сковородку, можно немножко нажать, ну, что у меня в тарелочку делает, сначала масло сольет через сито, а потом выливает, так, подавить, чтобы как можно больше масла вышло, когда открываешь уголочек, то у мидии сами остаются упаковки, все, все, сковородку с маслом я сейчас поставлю на огонь, девчонки не работают, у меня так плита до сих пор, вообще не могу даже мастер найти, смотрела на авито, уже, думаю, ну, уже поискать надо, туда-сюда обращаюсь, никто не знает, что делать с плитой, в общем, только в Челябинск везти, но мы пока еще думаем, может, все-таки нам какая-то идея придет в голову, она что-то опять-то у меня начала, цифры какие-то начали появляться на ней, вроде как пытается включиться, но пока еще положительного результата нету, в общем, буду готовить на второй плите, поставила грить, масло, мне нужно будет лук, лук я прям вот такой побольше взяла, головку, я вообще люблю большой лук, много лука люблю, поэтому взяла побольше головки лука, очищу сейчас ее, вот так, вот так, вот так, гидренный, обязательно, и нарежу полцовцами, лук, прям вот, чик-чик-чик, кто любит можно помельче но мне нравится полукольцами потом из салата удобно брать вообще изначально в этом рецепте когда я первый раз прочитала там часто лук маринованный так как мне мариновать обычно некогда я все время все делаю быстро некогда было мне почему мне его не обжарить я буду его обжаривать идем выкладывать на сковородку масло у меня уже шкварчит посыпаю на сковороду и пусть теперь лучок прям хорошо так потомится добавлю соли немножечко прям чуть-чуть сильно много я не буду делать я не люблю сильно соленое так девочки еще надо поставить обязательно яйца варить я возьму 4 штуки думаю что 4 может возьму 4 штуки думаю что будет нормально в принципе можно делать без яйца без яиц но иногда вроде кажется что так мало вот порция какая-то маленькая чтобы немножко вот она была побольше визуально оказалось да потому что такие ингредиенты там дорогие я добавляю туда яйцо ставлю яйца варить 4 штуки надо было яйца в первую очередь поставить отвлеклась и сразу кинулась лук порезать так ставим яйца вот я наверно почти все буду делать чуть-чуть оставлю можно прям побольше больше побольше делаю все за глаз смотрите вот у меня вот только останется ну и наверное столько нет еще она у меня мороженое со льдом поэтому надо ее немножечко обнуть водичкой и я ее высыплю круто буду жаривать вместе с луком лучок прям хорошо так поджарился прям такой румяненький золотистый я щас туда добавлю фасоль фасоль промыла ой она у меня даже вся цепь после промышки схватилась и пусть это у меня теперь все вместе жарится надо чтоб фасолька тоже хорошо прожарилась водой отдала так она вся эта схватилась комом после заморозки в общем жарим 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 сейчас она водичку немножко даст хранит немножко потушится в общем салат делается вообще быстро и все гости его оценят вообще на ура я этот салат делаю постоянно ну стабильно раз в месяц раз точно делаю один-два раза месяц на какие-то праздники на какие-то мероприятия бывает что допустим мы даже в гости идем я даже могу с тобой сделать пятиминутка я бы назвала его но вкус просто обалденный так смотрите девочки поскольку должна масло все выкипело да его практически тут не осталось сковородки вот мне чем нравятся эти они кстати это но что безотходно да эти масло идет вот получается никаких подходов можно даже кто любит рука побольше еще побольше положить консистенция в принципе я думаю что наверное все можно уже снимать с огня достаточно будет уже все в тарелочку перекладываю и конечно надо чтобы немножко но подостыла сильно горячая смотрится уже красиво жареным лучом я вам такой с зеленой фасолькой прям такой цвет красивый получается яйца сварились сейчас я быстренько их очищу 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 яйца кстати мы тоже в чижике в основном берем бывает еще в кабошке магните что-то вообще дорого все стало с курица вообще цены мама дорогая там не магнит разочаровывается там так 4 яйца там плохо почистил стресс один меня там висит скорлупка дети у меня дома сейчас у них каникулы чем катюшка там подружка опять все ногти никак нет дрелят дрелят цены аппаратами я говорю девчонки говорю у вас возраст такой не надо вам еще это делать маникюр это сети вот им раз что докажешь мне сейчас возраст такой они там все перед друг дружкой ходят выгибаются думаю ладно это меньше из зол так что михаил тоже дома спал сегодня спит вообще как медведь и не разбудил его по одиннадцатом я буду ты давай уже вставать потом медведь приснится сошкрябался это тоже прям любитель поставить хотя я тоже себя вспоминаю вот молодости время спала до самого не знаю до обеда и больше до двух просплю стану поем опять спать или положусь нам еще с ними это пусть спит пока не замужем а то потом спать то никогда будет так и кто про можно на четыре части порезать красивенько как нибудь сюда какая красота сейчас посмотрим можно было конечно и на дно добавить аккуратненько красивенько выложу еще на четыре части порезала . немножко приподниму чтобы туда немножко яичко проводилось мешать-то не охота ну если все яйца сверху положить как бы все равно вид уже не тут будет все закроется яйцо я вот сейчас немножко чтобы там проваливаюсь и внутрь сделаю какие-то дети везят на площадке на лестничной лиска стоит все и выпить это вот так вот аккуратненько теперь теперь мидии которые у меня были вот открыты я сейчас дорву можно прям ножом подрезать теперь-то мне уже эта упаковка не нужно не надо уже масло доставать туда сливать да тут уже нечего конечно все обжарила так и меди высыпаю класс класс девочки еще хочу добавить красота же это вообще невероятно красиво а вкусно как это просто класс и черный кунжут еще сделаю посмотрите девчонки чем у меня получилось красота ведь ну какой салат можно запросто его в легкую на праздничный стол девчонки пробуйте салатик такой вкусный мои домашние его прям обожают столько машин во дворе так что там сзади то уехал что лежит прям вообще места не хватает парковочного ближе к пяти часам вообще столько машин еще садик приезжают невозможно найти вот она хочу у нас тут газелька перегородила поехали с мишей сейчас за этим съездим за водой остались без воды купим воду мы покупаем люкс воде всегда почему-то там больше нравится бутылки сокращаются да ну здрасте ну тоже сюда же видишь а мне как тебя выпустить как тебя запустить головой маш так и мы сейчас еще с ним я его еще увезу на улевку поедет с мальчишками гулять сегодня он у меня отдыхает мы вечером к опушке поедем я сейчас за лёшу заеду как раз нам по пути будете алексей забрать мишу отвезти лёшу там какие-то вкусняшки набрали посмотрим что сегодня какие вкусняшки сегодня наш папа принесет чем злак балуют пасмурно сегодня не успею сокращу дорогу значит раз на не попала на зеленый по дворам проеду сколько на бутылок надо набрать восемь штук там что сходишь сам два раза придется сходить я же все равно да я тебе карточку дам да заплатишь в общем мы тут окольными путями по дворам колесим люкс вода миша ушел туда убежал мальчики обычно по воскресеньям за водой ездят я этого не касаюсь не таскают тяжести я же девочка так я алексею так говорю я так на себя много беру так карточку поехали дальше пока нам время еще позволяет мы сейчас ездим в строительный магазин заезжали тут на днях тоже в стройку хотели купить пену монтаж а пена получается не было такой которая без использования пистолета только вся под пистолет пистолет Алексей найти не может хочет с ним посветить все равно нам в саду надо будет еще что там работы много мы хотим запенить крышу она у нас металлическая чтобы в общем как она сразу шумоизоляция будет и теплоизоляция там очень много будет работы пенить поэтому я говорю пистолет в любом случае пригодится так что сейчас поеду за пистолетом перекресток такой дурацкий прям буквально 10 секунд на поворот все время все ругаются особенно когда вот пять часов тоже часы пик обед проехать просто невозможно на красный главного стоим 75 секунд а на поворот 10 секунд сделаем с ног у тебя деньги то есть на обратную дорогу на автобусе приедешь да там осторожнее будьте сейчас там цыгане все щемят в корке на этом случае у нас же произошел что это таксистку убили и теперь цыгане везде рассыпаются короче по всем населенным пунктам много игроков кроиц как собирается у нас тоже вежноуральский на каждом углу цыгане как-то вежноуральский не так в уилке не все я говорю приедешь в это в больницу в детскую поликлинику одни цыгане вообще кошмар какой-то такое впечатление что прямо поселок цыганский поэтому не ждавайте там с мальчишками там нет и не пересекайтесь старайтесь с ними пойдем за пеной еще раз вот эти по 200 до пену 310 и по 470 человек чем разница но ты одноразовый пистолет им попользовался выбросил этот пистолет разборный но у него пластмассовые эти компоненты накрутка ручка в этого идет металл он разбирается регулировка металлическая клапа металлический он тут полностью весь железный за 800 такой же взять-то 470 что ли да 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 так а пена 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 ну большой надо какой-то баллон пена и зимний пришла вот нет нам в доме сделать там тепло в доме ну самая ходовая вот у нас технониколь вот такая 480 вот так а 70 то что такое вот это 77 просто название марк это за ну то есть они все одинаковые 70 это клей это клей пена так ну вот этот наверное нормально будет 480 так чем 480 это часом они тут дорогая да но тоже средний да так вас не по вес вот это будет тяжелее грамм 20 сами завешивали вот это да вот это которая технониколь так ну давайте тогда возьму вот эту вот пену технониколь и пистолет по 480 ну-ка вот еще предлагают жидкость очищающая это вот пистолет чтобы чистить чтобы он вас уже у подольше это вы снимете пена засохнет он станет негодный а у меня как-то муж их там отрезают кончики там это ну еще как ночью вот есть специального жидкость очищает тем более пистолетка уберете средники ну давайте давайте пусть будет служил он не так дорого стоит 150 рублей на мы накупили на тысячу сто пистолет промывку пену я считаю что не так много как тысячу сто нормально все едем за папой время уже без трех минут он у нас выходит обычно минут десять шестого предприятия раньше пяти минут у них нельзя выходить из проходной но он еще всегда немножко задерживаться что погнали он пишет уже миша напиши папе что смс-ку присылать ты приедешь за мной конечно приеду я же только созванивались что-то он не спасил так мы едем по поселку плановый поселка планово визжать написал такая у нас красивая церковь здесь стоит деревянная полностью деревянная с правой стороны заезжаем в поселок урильский от южноуральска там к селку урильского примерно где-то километров пять не так далеко скучный пейзаж в это вот слева новый дом недавно построенный пару лет назад А так здесь тоже, тоже слева еще один дом, вот их относительно, а так здесь в основном все, дома старой застройки, и частный сектор, много частного сектора. Впереди, справа, вот прямо это будет ДК, я сейчас Мишу высажу около ДК, пойдем с мальчиками гулять. Развернусь сразу. Ну все сынули, давай, счастливо, пока. Все, видите, как я даже успела, можно сказать, зеленый туда-сюда. Поворачиваем направо. Тут какой-то, кстати, магазин у них открылся новенький, вернее как он был у них уже, я здесь постоянно раньше мясо брала, рыбу брала, а сейчас, говорит, он расширился. Прям большой, ага, вот вижу с правой стороны, надо будет как-то в него заехать. Вот, кстати, подъезжаю, по правую сторону трехэтажный дом стоит. Раньше мы уже жили. Наш дом был. Ну, в смысле, квартиру у нас. Ничего себе, какой-то баул. Покажи, коробку целую. Несет коробку. Покажи, что-то там, целую коробку несешь. Да, коробку печенья. Ну-ка покажи, что-то коробка там. Что-то там другое. Коробка такая огромная. Есть не переесть нам теперь, да? Просто злаковская коробка. Ну, а что там, в ней печеньки? Печеньки в ней. Какие печеньки? Которые я приносил. Треугольнички. Эти треугольнички. Ну, в общем, нам теперь аппетиты растут. А Миша нет, он гулять с мальчишками договорился. Ну, я уже думаю, ладно, пусть его отпущу. Прилепила, что ли? Да, прилепила, но она вон, что-то мне не нравится, как она стоит. Она что-то... Ну, туда что ли? Во-первых, она что-то как-то не плотно. То ли я поторопилась, надо было мне, конечно, все обезжирить вот эту поверхность. Да. Ну, вот видишь, я же торопышка. Быстрее-быстрее, мне надо все. И она что-то так вот мотыляется туда-сюда. Камеру, про камеру разговаривает. Про... не про камеру, про это... Держатель для камеры. А камера что мотыляется туда-сюда, в этом держатель. Забрала работничка. Купила. Да? Пистолет купила? Купила. Пистолет купила. Купила. Пистолет купила. Купила пену. И купила смывку вовнутрь пистолет. То есть, попользуешься, когда пистолетом, потом одеваешь на смывку, пару раз пшикнешь. И чтобы пеной не забивался пистолет. Такую штуку. У нас, кстати, не дорогая, сколько стоит рублей всего. С Москвы. Кромытка. Да, кромытка. А пистолет тоже 470 рублей. И пена. Что-то. 480. Ну, в общей сложности за все. Ну, точно. Что-то надо сегодня пенить. Ну, да. Надо пенить. Дедушка там. Как не может успокоиться. Ну, да. Но он уже, как бы, поспокойнее уже это. Надо леной любже ехать, мерить так. Я говорю, я не поеду. Я боюсь его одна. Пытусывает ежи. А то он мне опять будет рассказывать. И это. А что еще? Я хотела сказать. Ходит, что-то пороги меряет. Надо же их где-то. Пошел, говорит, за песком. Не знаю уж, что он там. Цементировать или что ли собрался. Или я что-то буду забить. Ну, вот я и говорю маме, что цемент это будет потом гулять. Он весь потом рассыпется, разгрошится. Ну, придем посмотрим. Мне сказалось, что мы придем. И он кричит, говорит, нечего делать, не приходите. Шатали девушку за выходные. Сегодня у меня подружка смотрела видео. И мы начали там ломать все. Она говорит, нифига себе, вы там всю квартиру разнесли. Я говорю, ну а как? Потому что, если сейчас сразу не начнешь разбирать. Он скажет, тут оставьте, там оставьте. И в итоге это... Я думаю, что правильно сказал. Береги старт, но она начнет там все пилить. Фигня, фигня. Самое главное надо было начать. Чтобы он это... Отдался надо, да. Как выламали, и все уже. Обратно нету дороги. Я вот и про это же что. Пусть он там это... А если ему скажешь, что надо все выпиливать, то он уже десять раз подумает. И так ты вот даже олень не гнинул. Сейчас то ужин нашли. Я сегодня салат с Митей везде. Наверное, там борщ еще есть. Ну что? Кушаешь? Мы поедем. Требет-то перейти. А почему печеньки-то вот эти, которые мы называем? Да. Подешевелись сегодняшнего дня. 20 рублей килограмм стоит. Коробка будет стоить. Да. Пусть все были сто рублей, сейчас 20 рублей стали. Да. Почему так, с чем это связано? Плохо бегут. Наверное. Работники плохо разбирают. Да. Да, кстати, вкусненькие вроде. Построслый край. И сколько в этой коробке? 4 килограмма. На 8-105 штук. Да. Еще халява. 40 килограммов куколков. Еще, говорит, я уже эти булки не могу есть. Я разнообразил. Ну, я ему говорю, так ты не ешь постоянно. Они все равно в заброске лежат. Что он его таскает? Конечно. Ты там убравишь, чтобы постоянно ешь. Ну, кто ест, то что не ест. А булочек уже этих продаж нет, да? Сейчас покажем вам, что папа у нас принес. Открывай. О, какая огромная коробка, да? Угу. 4 килограмма. 4? Ага. Ну, давай, давай, быстрее, быстрее. Надо это, бабушка будет отсыпать. На, печенюшки. Ну-ка, открывай. О, какие уголочки у нас тут. Вон, смотрите. На, поломай мне его. Покажу я, какой с чем он там. Пополомай? Да, прям над этим поломай. Ну-ну-ну. Что, боишься, что ли? Ой. Песочная. С клубничной начинкой. Вкусненькая. И это, чё мы, в общем... Вкусно? Угу. Угу. Ну вот. Так что, кто хочет такие печеньки, устраивайтесь работать на злак. Ха-ха-ха-ха-ха. Вкусняшечки. Кушай, кушай, доченька. Приехали работать. Разгребать дальше. Кушай у нас сегодня сделал, замазал дырки. Вот. Он нас зацементировал там, где вчера отвалилась штукатурка. Ну, молодец. Хорошо сделал. Всё аккуратненько. Всё. Хорошо. Вот нашлась деду работа. А то сидит целыми днями только в телевизор пялится. А так хоть доброе дело сделал. Начал принимать участие хоть в ремонте. Пьянить будем сначала в маленькой комнате дырки. В полу. Вот ещё всё надо сдирать, наверное, где-то. Решил. Что, нашёл брызгалку, да? Конечно. Пульверизатором надо сначала побрызгать будет. Так, а я... Василий, бабушка жалуется, что ты сегодня не кушаешь. Василий, у тебя стресс, что ли? А? Васенька. Вася. Иди кушай. Бабушка тебе там что-то погреть хочет вкусненькое. Вот это-то, смотри, можно же... Так, брызгаем. Насколько здесь обильно надо брызгать, Лёша? Так, немножечко. Они не мочат ничего. Ну, надо по технологии мочить. А, я и не знаю. Вот этот ещё не был, сделай до батареи. Тут тоже надо будет, наверное, как ты думаешь, немножко кое-кде запенить. Вон, видишь, большие щели вот эти вот. Тихо, ты что напугал меня? Ну, там вот уже большие щели подкрыли. Вон, вот такие гвоздик скрепили. Ну, там прям щели на её грумили. Куда-то там уходит всё. Ну, не говорю, под пол, наверное, оно пошло. Пап, это, иди, это, что-нибудь там, если надо будет, мы тебя позовём. Вот тут ещё ближе вот дырочка осталась. Посмотри, она раздастся. Ну, по идее, должно. Ну, там он тоже, видишь, дырочка надели. Вот, да, вот это вот. Ну, там вот такие большие. Да, что они тебе позовуты. Не мешай, молодой. Прям тихонечко, ну, вот что. Ну, уже. Ну, давай с этой стороны теперь. Расход-то, да. Тут ещё не хватит баллонов. Надо было два брать. Там ещё всё равно пригодится косяки всякие. Ну, что, помощник, ты заглядываешь? Ты помогаешь? Васюта, Вася, Вася, ты помогаешь, да? Когда бдишь, смотришь, что там Лёша делает. Ну, ты контроль ОТК пришёл. Помощник. Ну, сидит, заглядывает. Пол отдельно, стены отдельно. Ну, тут вот, может, ещё. Если два камушка вот этих выкни. Ага. Что ты топчешь? Что ты топчешь? Что ты топчешь? Ну, слой. Хороший. Он тоже в конце, вон, тоже есть щель. Давай. Так, в коридоре. Перешли в коридор. Пинем в коридоре. Не знаю. Вагон или полвагона. Попрызгать. Так, попрызгать. Сойдёт? Угу. Как лучше у нас с тобой это. Всё держится на скотче и на пене. Как в России везде, да? Давай тряпку твою прижиму. Да не надо. Да не надо ничего там прижимать. И так нормально. Всё. Не трогай. Хотя бы вот эту вот основную. Она потом ещё это. Вспинится. Всё, всё. Не трогай её. Нормально. Так, сколько намерили? Так. Это у нас что? Маленькая комнатка, да? Пишем? 2,62. 2,62. Там померяем. 2,62. Теперь в длину давайте. У тебя 5-метровая рулетка-то? 5-метровая. Так, вот тут мы померим. Посередине посмотрим. Что это у нас? Да какая разница? Ты хоть с этого края померяй. Вот с этого края померяй. Длину что ли? Ну конечно длину. А что ещё? Какие ещё варианты? Сколько там получилось? 5-метров это вот до этой. Так надо чертить где-то до этой. На ручкой очерти. Марка, маркёрка есть? Ну ручкой вон отчеркни. Померить не можем. Расстояние. Ну 5. Ну 5. 5. И вот это плюсом ещё вот этот запасик. Всё равно что там надо с этим запасом? Вы до центра или до центра? Ну да, давай до центра. Сколько там сантиметров? 10? Ну 7 ещё плюс. 7. 5-7. Так. Ну 10 делаем. Потому что они же тоже там неизвестно ещё в магазине что намеряют. Давай. Да сколько получилось? 5-10? Ручку мне верни пожалуйста. Так. 5. 10. Так. Коридор. 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 Это длинный. 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 Коридор. Коридор с дверью. Сходной. Так. Зал. Спальня. Так. Спальня и кухня. Так. 258. 258. Ну 2-62 нормально. 2-62 нормально. Значит так оставляем. Побольше. Побольше оставляем. Да. Так. Коридор. Давайте сколько там намерили. Да. Так. Так, ну, в центре, если 4,45. Так, еще, пап, это ты по длине сделай. Вот, дали, ну, Люма, сколько у тебя получается? Леш, еще раз. 4,56. Ну, на центре, если бы. Давай, дальше. А по ширине сколько он? По ширине он метр. Точно метр, все. От стены до стены. А то сейчас намеряете. Ну, вот, видишь, метр... Метр десять я пишу, потому что все равно такого размера нет. Ну, давайте, метр пять, пишу метр пять. Так, в тот коридор пойдемте. А что, ты в кухню сразу потекла? Ну, давай в этом коридоре. Потом уже на кухню вернемся. Так, ширина, ширина, ширина. Тоже от центра бери. Что ты там от этот... Вот, и ты на центр сколько? 2,35. Так, 2,35. На длину меряйте тоже от дверей входной. Прямо до самого этого. Так, а тут получается, вот, надо выходить вот до стены. Тоже, да. По точно хочешь? Ну, давай по этому. 4,90. 4,90. Да, пишем. 4,90. 4,90. Зал. Зал. Ну, а он же по стене можно померить. Ничего страшного. Тут вообще ничего страшного. Так, в длину. А? Ну, теперь нет. Он, это... Да тут это... Нет, это вот это срубится, и все, и она в ноль выйдет. Там не надо. Там я, это, куплю еще гипсовую штукатурку надо взять. Отец взял. Так, это... Отец купил при маленькой штукатурке. А какую фирму он взял? Да какую-то по пене. По пене, ну, там неизвестно еще. Так, а ты зачем тут так меряешь? Ты вот здесь меряй, от центра же делали. Вот от центра и надо мерить. Там, Леша, под батареей, чтобы под этот... Под порог зашел. Дай-ка я его еще тоже проконтролирую. Ну-ка, докуда ты померил? Под порог. Вот пять метров. А, ну давай, отпускай, ему еще надо тут это... А теперь отсюда, чтобы, да, под порогом. И вон до плинтусов, чтобы на плинтус валили, да. Ну, где-то примерно, да, 4. Сколько тут? 10, 20, 30. 35 сантиметров, грубо говоря. Нет, зачем? Ты много взял. Ну, 30, 35. 25 тебе возьмите. Почему 25? 25 это как раз вот это. Я тебя умоляю, матеньки мои. Что? Ты что, хочешь на всю квартиру вот эти две баночки, что ли? А зачем они такие? Надо взять большую, сухую. Ну, не выбрасывать. Ну, это не выбрасывать уже понятно. Надо взять большую, 20-килограммовую упаковку, и я все вам пройду, везде выровню там, где стены. Это ж мало, мам. Мам, ты что? Сколько намерили? А где этот? Так. 5,30? Да. Точно 5,30. Так. 5,30 на сколько? Там побольше. По ширине. Ну, я... Ну, я... Ширину-то считаю. 28, на самом счет. Ну, 5,30 за 120, 35. Да, я тоже так думаю. Все, 5,30, да? Давай, давай, нет, ширину надо померить. А что ты цветочки опять сняла их? Это... Я проветривала. А что ты боишься, что они у тебя, это, замерзнут? Просто плотно стояли они, не хочу, чтобы они-то мерзли. Ветер-то запах, сейчас холодный. Ну, еще поветриваю, закрываю. Плюс-минус, то все равно надо будет смотреть по ширине, какой линолеум. Возможно, что... 4,14. 4,14. Ну, 4,15. 4,15, да? 4,15. Потому что линолеум же не обязательно, что он там... Может быть, где-то надо будет на 2,5 взять по ширине. Где-то, может быть, 4-метровые. Так ведь? Может быть, где-то вот там 1,5-метровые. Они же есть одинаковые расцветки, но разной ширины. Поэтому надо... Сейчас я приеду домой еще, подумаю, обмозгую, сколько здесь чего. Прикину, вот эти... 4,14. А, 4,18. А, 4,20. Вот, видишь, даже 4,20 получается, я записываю. 4,20 можно. Ну, линолеум тебе не будет, как говорится, это, 4,18. Он же не продается такой. Вообще, он 5-метровый. 4,20. 4,20. А, 20 сантиметров? 4,20 вот так вот, а 20 только там. Ну, а где их взять 20? Еще 4-метровый надо купить? Ну, 4-метровый надо брать какой-то. Допустим, 3,5 и... Вот, вот. Но все равно тебе такой никто. 4,18. Там все равно будет 20, 10 сантиметров. А 5 метров, 5 метров шириной разве есть? Не знаю, про 5... Нет, по-моему, 4. Да ты его как-то раскатывать 5-метровый. Вот так же не будешь поперек, он будет... Ну, надо смотреть, пап. Мы уже столько лет в магазине не были. Я уж сама не помню. Но я помню, что точно есть 2,5, 3. 3,5, да, Леша, есть метра. 3,5, 3,5, да, ну, в общем... Так, пошлите в спальню мерить, сколько там в спальне будет. Вон он что делает. Вон все. 25, а та было 4,20. Там было 4,15 и 4,20. Ну, и здесь так же у нас осталось. 4,25. Так, и осталось... Ну, там все равно здесь 2-метровый, все. 2, ну, по этой же 3... Ну, ты же там плинтуса сейчас снимешь. Эти плинтуса не будем снимать. А поставим их, потому что здесь уже, видите, сложено все по плинтусам. И что? Ну, и что? Ну, и что, что сложено по плинтусам? Ты давай мерей, как положено, по уму. А потом будем уже... Вот метру мы брали. Вот 3 метра. Вот ты мне померяй. Вот от середины надо мерить. Вот здесь от середины надо мерить. Вот тут сейчас третит канал. Там все, ты звал, одесса, померяй. Меря, короче. Меря, ты лень. Меря, ты лень. Так, на стене, если... Тяжелый случай. 3, на 5. 3, на 5. Это уже без плинтусов, да, ты считаешь? Да, до самой стены. Угу, так. 3, на 5. И по ширине. А по ширине мы возьмем вот коробку, 2 метров. Все. Мы туда не будем его взять. Ты понимаешь, что если мы начнем брать, если нам надо на всю квартиру одинакового цвета? Ну, одинакового цвета, ну, вот и возьмем 2 метров. А если не будет? А если будет 3? 2,60 здесь. Вот, 2,60. А если будет, допустим... Ну, давай, я проверю. Допустим, 3 метровый будет весь он. Надо же еще, чтобы такой был. Я же не могу тебе. 2 метровый мы возьмем и по всей квартире потом 2 метровый будем стелить. 2,60. 2,60. Ну, 2,60, потому что это... Все, вот. Вот теперь надо посмотреть будет. Я думаю, погляну, какие размеры. Примерно прикину, что, может быть, где-то придется пополам резать линолеум. Например, вот сюда пополам. И, может быть, еще. Но если мы возьмем 3-х метровый по ширине, 2 метра сюда пойдет и туда метр пойдет у тебя. И 3 метра, допустим, в другой коридор. Сюда можно, если 3-х метровый, сюда можно и на 2,10. Вот я тебе про что говорю, мне надо полностью всю длину. Потому что... Ты же не возьмешь, что... Не факт, что такое метровый будет одной расцветки. 3-х метровый такой же расцветки. Может быть, там какая-то одна расцветка будет, и он, например, 3-х метровый. Тебе надо из нее выкроить будет на всю квартиру линолю. Правильно я, Леш, говорю? Ну, конечно. 3-х метровый берешь, если там 3 метра... Я тебе просто говорю. А там 2,60 у нас, да? Может быть, надо будет 3-х метровый взять. С одной стороны ты 3 метра положишься, что кусочек тебе не хватило, ты его отрежешь. А потом часть у тебя, половина пойдет на другую комнату. Ну, я вот так вот, когда прикидывал, 4-х метровый туда 2 штуки брать. И вдоль стены это полоску. Ну, а остальной 4-х метровый куда ты возьмешь? Ну, ты говоришь, там 4-х метровый, тут 4-х метровый. А сюда-то тоже надо стелить. Тоже надо как-то, чтобы расцветка везде одинаковая была. Ну, надо вот это все и промерить. Надо съездить, посмотреть, какие варианты, какие расцветки есть. Ну, теперь надо нарисовать. Ну, понятно. Я про это и говорю, что мне нужны вот сейчас размеры, чтобы я примерно посидела и подумала, как там можно выкроить. Ну, это... Да, мы запасом же взяли. Они же туда придется... Ну, понятно, что там запас по минимуму будет. 4-10, допустим, там вот 4-20, а там 4-10 у меня. Но клипусом закроется, допустим. Леш, а там же есть какая-то сварка линолеумная, да? Чтобы линолеум сваривать между собой. Или как это называется? Или какой-то герметик, или что? На что садят? Не помнишь? Мы сейчас садили вот они... Да что ты, пап, пап, вот это все раньше-раньше. Это уже 150 лет, пора забыть, что раньше было. Надо что сейчас, что современное, и как сейчас делать. У нас, помнишь, там что-то было же, там тоже, по-моему, где-то мы делали, да? Что-то как-то между собой там стыковали. Не помнишь уже? Папа мне не доверяет. Говорит, перепиши размеры для меня. Я тоже буду считать. В общем, мы с ним будем потом к общему приходить. Знаменателю. Что, ты подложить хочешь? Давай, ага. Перепишу сейчас ему. Пусть считает. Ночью. Пусть в ночь считает. Ага. Ой. Смывку хотим испытать для этой, как его называют-то, для пены. Пшикнуть хочешь, да, просто туда в порог? Ну ты это, свет включи. Ничего не видать. Ой, а там что, лампочка вон. Все, там уже засохло, что ли? Да, она засыхает, и все. Ну-ка, давай. Там, говорит, буквально пару раз, чтобы это... А что-то тут у меня пена идет. Так много пены. Ничего себе, тут только пистолет еще пен осталось. О, все. Ну-ка, еще раз. Все. Чистенько, да? Да. Ну, ничего, как ты думаешь, удобная? Лучка, да? Смотрим. Ну, чистенький, да, пистолетик? Все, до следующего раза. Так, надо промерить. 10, 10 с половиной. Какие по ширине, по длине делать. В пороге вставлять. Так, а длину ты не померил, сколько по длине? Все равно 20, не куски-то. Ну, тут вот 90. Ну, не, наверное... 90 хватит. Ну, вот, чтобы не меньше 90. Да. Так, тут 10 сантиметров по ширине. Это сколько? Там тоже 10, да? Да это бог с ним, там все равно не 90. Там отпиливать надо, просто чтобы не меньше 90. А вот здесь вот, вот здесь брусочек 10 сантиметров. Вот, есть у него своя, там что-то в голове, свои какие-то складушки. Он по-своему ремонт делает. В общем, ладно, он сам себе меряет, что ему надо, мы меряем, что нам надо. Походу разберемся. В общем, у нас сегодня такой вечер был. Съездили, посмотрели у родителей, что мы там в итоге-то натворили. Немножко план составили на завтрашний день. Там нужно кое-какие доски привезти, чтобы пороги подбивать. Съездить надо посмотреть линолеум, что есть в наличии. Какие цвета, какие размеры. Вот, пока на этом все. Ну, похоже, что быстро темнеет. Собственно, уже ничего не захочешь делать. Уже потемнуто. Еще у них такой свет прям плохой. Прям ничего не видать. В общем, увидимся завтра. До новых встреч. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Танюшка, хозяюшка. Всем салют.